Меня очень удивил Лев Гудков, глава Левада-центра, я с ним беседовал, и он сказал, что это не его мнение, это просто опросы показывают, что сейчас молодёжь более советская, как он сказал, чем люди нашего поколения, потому что они, условно говоря, не помнят, но если называть вещи своими именами, ну да, это же говна, а какая-то эстетика, вот эта советская романтика, да, и абсолютно неоспоримые социальные плюсы, такие как бесплатное образование, бесплатное жильё и бесплатная медицина, они завораживают. Мы сейчас не говорим о качестве, но мы помним, что это было бесплатно. Во всем случае, никто из нас, советских людей, не думал, что он может умереть с голоду или умереть от, не знаю, неполучения медицинской помощи какой-то. Смотри, вот совсем недавно опубликованы данные, вот ты заговорил о статистиках, да, о вопросах Левадо-Центр, и по данным этого очередного опроса, более 50% опрошенных жалеют о распаде СССР и хотели бы его восстановления. Понятно, что СССР не восстановится, это вот во всяком случае в тех границах и в той форме, которая там была до 90-го года, это практически нереально. Но, с другой стороны, вот это стремление, это настроение, оно связано как раз с отсутствием уверенности в настоящем, или это связано с тем, что просто вот романтизация советского прошлого, она в головы прочно вкладывается, да, потому что все фильмы, которые идут о советском прошлом, они такого романтического склада, как правило. Ну, это яркий пастух, условно говоря, гламуризация происходит до этого прошлого. Вот что все-таки больше, боязнь или романтика? Я, прежде чем ответить на этот вопрос, к преамбуле вопроса хотел бы вернуться, потому что было сказано, что это невозможно, восстановление империи или Советского Союза. Очень характерный пример с Сочинской Олимпиадой. Опять, я буду все время иллюстрировать примерами своих бесед. Беседовал с Карелиным, с нашим знаменитым борцом, он сейчас депутат, и он входил в подготовительный комитет Олимпиады. И вот сказал, что накануне Олимпиады мечта была, мечта, вы думали, вот только бы из первой пятерки не вылететь. Вот занять пятое, четвертое место, и мы красавцы-победители. Вот позор будет оказаться запятым. Про бронзу даже самые смелые предположения были. Никто бы не дал руку на течение, что мы выиграем Олимпиаду. Это просто из разряда было невозможно. Никто не понимал. Не было ни одного человека, который прогнозировал бы даже второе место. Таких смельчаков не было. Поэтому бывают очень неожиданные вещи. Бисмарку это приписывают, это такое МО, а может быть, это кто-то из немцев сказал, что Россия управляется непосредственно прямую Господом Богом, иначе невозможно объяснить её успехи и выходы из совершенно безвыходных ситуаций. Поэтому, во-первых, не будем зарекаться, что невозможно восстановление, как бы приращивание территории. Возможно, мне кажется, в ближайшее поколение-2 восстановление идеологической модели, потому что пока живы люди, которые помнят, что это такое, условно говоря… Нет, не допустим. Да, просто очень не захотят. Одно дело говорить об этом, другое дело помнить, что это такое. Но воссоединение, допустим, условно говоря, славянских республик Белоруссии, Украины и России, я считаю, что вполне возможно, потому что под это есть очень много экономических резонов. Ну, тоже потом. Представить себе, что батька Лукашенко пойдёт на вторые-третьи роли вот в этом союзе… Другого-другого он пойдёт на первую роль. Тогда наши элиты не согласятся, скорее всего. Ну, у нас с элитами вообще непонятно, что происходит. Но, собственно, теперь отвечаем… Почему? На сам вопрос. Что почему? Ну да, на вопрос почему значительная часть народа хочет восстановления… Ну, потому что так устроен человек, что всё-таки плохое забывается, а помнятся какие-то позитивные моменты, а мы их уже упомянули. Была масса позитивных моментов, и кроме того, было то, что Кант называл категорическим императивом. Была какая-то идея. Может, она была ложная, не знаю, может быть и нет. Был интернационализм. Допустим, ты прекрасно это должен понимать. Я вообще плод интернационал. Да. Вот. Сейчас всё-таки идея, идеология, собственно, ровно одна – деньги. Мы зарабатываем деньги. Поскольку всегда кто-то зарабатывает больше, то основная масса людей, прямо скажем, не очень живут богато у нас люди. Если сравнивать за Западную Европу. Ну, не то, чтобы не очень богато у нас, считается, не меньше 20% живут за чертой бедности. Вот понятия черта бедности такого не было в Советском Союзе. Хотя, в принципе, если сейчас вспомнить, мы жили в целом бедно все. Даже элита, она жила на уровне мидл-класса американского. То есть, мечта – это была аннаторовая шапка, часы сейка, югославская дублёнка, казённая дача и Волга. А поездка на болгарский золотой берег? Да, это вообще уже просто лакши и лакши. Но более-менее было вот так вот ровненько. Всё-таки не было такого разрыва. Самый большой разрыв, я не знаю, между, мы возьмём генерала КГБ, академика. Ну, эти зарплаты – это 500-700 рублей. Самая маленькая, я помню, у меня зарплата была, как члены редколлегии московского комсомольца, полставки 65 рублей. Ну, то есть, имеется в виду, что ставка была 130. Ну, то есть, разрыв был как бы там в 4-5 раз, но не был таким гигантским, как сейчас. Когда сейчас на свадьбу могут пригласить, я не знаю, Стинга, потратить там четверть миллиарда рублей. И не первые лица, мы говорим просто про успешных банкиров и бизнесменов. То есть, такого разрыва не было. Что-то вроде зависти, да? Ну, вот это чувство несправедливости, потому что, ну, думаешь, ну как, ну вот у меня знакомая очень хорошая Оливия Лихтенстайн, она была культовым телевизионщиком в 90-е годы, мы с ней сотрудничали как раз тогда, когда я там работал во «Взгляде». Сейчас она писатель такой британский и телевизионный ветеран. У неё дочь учится в Лондоне с дочерью Абрамовича. И вот она рассказывает про эти праздники, когда там перекрываются мосты, когда там за один вечер 30 миллионов фунтов тратится. Они, кстати, все ходят, но презирают до глубины души Нувариши, потому что она своей дочери даёт там 20 фунтов в день на вот, ну, условно говоря. Кушаю и плююсь называется. Да. И вот это ощущение того, что он всё-таки несправедливо как бы имеется в виду, потому что вот это первое поколение Нувариши, оно всегда такое. Второе уже, вот согласен с тезисом Михаила Борщевского, что второе, оно уже будет немножко по-другому относиться к деньгам, потому что всё-таки те люди, которые заработали очень быстро деньги, и особенно если сравнивать их студенческое или школьное прошлое, у них всё-таки, конечно, и это понятно, и это закономерно, немножко вот это ощущение таких вот временщиков. Я, знаешь, тут в разговоре с одним своим приятелем случайно мне в голову пришёл термин про этих людей, комсомольцы-миллиардеры. Да-да, это так и есть, это же действительно все, в общем-то, комсомольские активисты, это люди, которые занимали ключевые позиции на комсомольских позициях, тот же Ходорковский. Гусинский, Ходорковский, они выходцы из НТТМ так называемого. Гусинский хотя бы не делал такую комсомольскую карьеру, он там был спекулянтом и осведомителем КГБ, как говорят, этих бумажек никто не видел, а Ходорковский, Прохоров, это просто были комсомольские активисты. Да, да. А хотят ли? Того равенства. Вот погоди, они реально думают, что сейчас можно повернуться, вот как-то перевернуть нашу жизнь, да, и дальше, чтобы было так, что у большинства людей всё более-менее поровну, ну, есть какое-то начальство, есть какие-то там изгои там внизу, да, а большая часть людей живёт примерно поровну. Неужели кто-нибудь думает, что это возможно? Я полагаю, что когда эти вещи получают одобрение, эти тезисы, никто не задумывается о реальном инструментарии, о том, как это сделать. Просто, в принципе, люди жаждут справедливости, как они её понимают, они хотят, чтобы, в общем, ну, условно говоря, делились, те, у кого деньги есть, чтобы они делились, чтобы, условно говоря, потратили в два раза меньше на свадьбу, а вторую половину построили больницу там или детский сад. Возврат к тому, о чём мы с тобой писали в 87-88 году прошлого века, социальная справедливость, так называемая. Да, конечно, конечно, на чём, собственно, Ельцин пришёл и, кстати, Полторанин предшественник. И мы ему помогали. Да, конечно, мы были бойцами, Полторанин, который возглавлял его московскую правду. На чём же строилась тогда компания? На борьбе с привилегиями, причём под привилегиями понимались эти какие-то продукты, которые сейчас… В том числе. В любом, да. Нет, ну, нынешние, по сравнению с нынешними чиновниками, тогдашние были дети.